Очередная коллегия Министерства образования и науки Карачаева-Черкесии началась с приятного. Заместитель председателя правительства КЧР Мурат Озов вручил педагогам республики награды и почетные грамоты за победы в различных республиканских конкурсах. Первым же пунктом основной повестки дня стало обсуждение организации проведения единого государственного экзамена и итоговой аттестации в учебных заведениях Карачаева-Черкесии. Это и подготовка членов экзаменационных комиссий, и техническое обеспечение пунктов проведения экзамена, и самая острая проблема – объективность оценки знаний. В прошлом году около 20% выпускников школ Карачаева-Черкесии стали медалистами. Это рекорд по стране. Естественно, Рособранадзор поставил под сомнение объективность качества школьного образования в нашей республике и еще некоторых субъектах. Мы с вами к концу учебного года опять получили цифру выше 20% по всем нашим муниципальным образованиям. Мы с вами не занимаемся какой-то компанейщиной. То было 30%, а теперь давайте покажем всей стране, как мы работаем хорошо. Теперь ноль. Нет у нас медалистов. Мы говорим об объективности. Если сегодня у вас есть люди, дети, которые претендуют на медали, которые в конце года пишут контрольные работы на двойке, на тройке, о каком качестве образования мы с вами говорим, о каких медалях может идти речь. В этом отношении мы все-таки с вами продвинулись очень слабенько. Я надеюсь, что эта работа будет продолжена. Результаты этой работы скоро станут очевидны. Уже со следующего учебного года школьные медали планируются выдавать с учетом набранных баллов единого госэкзамена. Те же, кому до выпускных экзаменов еще далеко, учащиеся младших классов, также являются предметом заботы Министерства образования КЧР. Вторым пунктом повестки дня коллегии стала подготовка и проведение летней оздоровительной кампании. Открытие пришкольных лагерей запланировано поэтапно с 1 по 6 июня в соответствии с вашей информацией. Наибольшая охвата детей отдыха в отмече в городе Чиркесске, Деменчукском, Малокорачаевском, Сжигутинском районах. Для привлечения летней оздоровительной кампании к Министерству образования на базе Института повышения квалификации в этом году обучено уже 431 человек всех категорий специалистов. Всего в пришкольных лагерях будут работать более 900 человек. Ну и еще один вопрос, который поднимается, пожалуй, на каждом заседании коллегии Минобра – это проблемы среднего профессионального образования. В этом году в рамках государственной итоговой тестации впервые проводится демонстрационный экзамен как вид квалификационной выпускной работы. О модернизации системы профессионального образования говорится и в новом майском указе президента Владимира Путина, который он подписал сразу после инаугурации. В ближайшее время правительство Российской Федерации должно конкретизировать поставленные задачи с учетом четырех составляющих – четкое планирование, финансовые ресурсы, кадры и эффективно работающий механизм. И при разработке наших с вами документов на уровне республики и на уровне конкретного колледжа нам необходимо будет использовать именно такой подход. Руслан Альботов, Михаил Каракелян. Итоги недели.